Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас вот такая вот коробочка, которая не помещается даже в экран. Длина ее примерно метр двадцать. Внутри у нас лежит LED-балка. Светодиодная балка, заказанная с Алиэкспресс у одного из продавцов. Ссылка на товар будет, как всегда, в описании под этим видео. Давайте вскроем и посмотрим, как она приходит. Как видите, приходит в такой коробке, закрутана желтым скотчем. Внутри вот такая вот прокладочка, не знаю, восемь-десять миллиметров толщины. И, как видите, у нас идет здесь изогнутая светодиодная балка. В комплекте должен быть крепеж и... Сейчас посмотрим, выключатель, провода. Вот такой вот дополнительный пакет лежит. Не знаю, наверное, отдельно как-то все это... Ну, в принципе, можно заказать эту балку отдельно, без проводов. А можно заказать вместе с проводами. То есть, варианты заказа смотрите в описании под роликом. Ссылочка на товар есть. Варианты есть с проводами, есть варианты без проводов. Я взял с проводами, чтобы не мучиться. Все было в комплекте. Комплект проводов у нас вот такой вот. И комплект крепежей. Итак, идут два крепежа. Крепежи алюминиевые. Довольно-таки толстые. Немножко краска, как видите, уже облазит с этих крепежей. Ну, возможно, они друг об дружку бились. Поэтому не могу сказать за качество этих крепежей при покраске. Возможно, это брак при самой покраске. Комплект болтов. Шайб, ключ идет в комплекте для крепления. И вот такие вот резиновые подставки под непосредственно крепежи. У нас здесь в комплекте идет вот такая вот релюшка. Вот такая релюшка. На 40 Ампер 12 Вольт. Четырехконтактный. Предохранитель. Предохранитель 0,5 Ампер на 10. На 30 Ампер предохранитель. И провод. Провод у нас идет 600 Вольт. Вот, интересно, сечение. Сечение этого провода. Ну, неизвестно сечение. Не видно. Не видно, какого сечения этот провод. Ну, естественно, разбирать я здесь не буду, чтобы посмотреть. Ну, провод довольно-таки толстый. Думаю, миллиметра 2 квадратных в нем имеется. Вот черный провод на черном. Тоже маркировки нет. Тоже 600 Вольт. 105 ГС по Цельсию. Ну, вот 16 АВГ. 16 АВГ. Так, тут у нас идет двойной провод. Двойной провод. С одной стороны этого двойного провода у нас идет коннектор для подключения самой светодиодной балки. На балке должен быть тоже такой же коннектор. Вот он у нас имеется. То есть мы эти два коннектора-штекера совмещаем, а у нас все работает. И вот такой вот выключатель, который можно, кстати, врезать удобно в панель приборов. С индикацией. Лампочка индикационная есть. То есть включили, горит. Выключили, не горит. Что ж, проводочки убираем. Давайте скроем самое интересное. Саму светодиодную балку. Как продавец заявляет, 5D светодиодная балка. Ну, блин, линзы, конечно, гигантские. Линзы гигантские. Ну, как видите, балка не короткая. Имеется с обратной стороны вот такой вот охлаждающий радиатор. Вот он провод. Провод, кстати, придется разобрать, чтобы нам просунуть его как-то через крышу. На крышу будем устанавливать. И вот такие вот светодиоды. Точнее, линзы. Балка, как я уже сказал, она изогнутая. Линзы с рассеющим светом. И линзы дальнего света. Также со второй стороны идет рассеивающий свет. Ну, блин. Здоровенная балка, конечно, здоровенная. Что ж, давайте перейдем непосредственно в гараж, к автомобилю. И будем устанавливать эту светодиодную балку уже на сам автомобиль. Включим ее, проверим мощность. Продавец утверждает, что здесь 400 ватт мощности, в чем я сильно сомневаюсь. Здесь, кстати, мне кажется, здесь идет пластик. Сверху закрыто это все экраном. Скорее всего, пластик. Про линзы, как продавец говорит, это стекло. Не могу утверждать. Вот, смотрю. Не буду утверждать, что там идут стеклянные линзы, как говорит продавец. Но сверху вот это идет пластик. Все остальное у нас идет алюминиевая. Она водонепроницаемая. Пойдемте в гараж устанавливать это все на УАЗ Патриот. Устанавливать балку мы будем под рейлинги автомобиля. Прошу прощения сразу за вид в гараже. Ремонт идет, как видите, панели обшиваются. Панели еще стоят, но вернемся к Патриоту и балке. Устанавливать под рейлинги, используя вот такие вот купленные в интернет-магазине пластины по 450, по-моему, рублей. И заодно установим вот такую вот антенну на автомобильную гражданскую рацию. Будем сейчас мы измерять, сколько же ватт все-таки выдает эта светодиодная балка. Продавец утверждает, что это 400 Ватт, но я не верю. Давайте посмотрим. Вот у нас мультиметр выставлен на вольтметр. Вольтметр нам показывает, что здесь с аккумулятора берем напряжение 12,44. 12,45. Переставляем на ампераж. На ампераж переставляем. Берем от светодиодной балки провод. Клему я снял, чтобы было удобнее потом устанавливать. Плюсовой провод. И у нас получается Вот 11,73, 72, 71, 10,70. 10,70. Что же это у нас получается, дорогие друзья? 10,70. Это уже не 400 Ватт. То есть 10 А, 11 А возьмем. Берем калькулятор. Так. 12 В. 12 В. Мы умножаем на 11 А. И получаем 132 В. 132 Ватт, друзья мои, это светодиодная балка. Ну что ж, напишем продавцу, почему все-таки не 400 Ватт она, а всего лишь 132 Ватта. Ну что ж, приступим к установке. Открутил солнцезащитные козырьки и начал вытаскивать пистоны. Пистоны вытаскиваются очень тяжело. Как вы видите, они вот такие вот белые. Ну, я бы сказал серые. И чтобы их вытащить, не сломав, нужно постараться. Либо использовать вилку, либо вот на Алиэкспресс купить вот такую вот лопатку. Стоит копейки. Ссылку дам, конечно же, в описании под этим видео. Очень удобно. Ни одного не сломал. Ну, если сломаете, не знаю, где вы будете брать. В магазинах видел только черного цвета. Снял, друзья мои, стойку боковой панели и сразу бросилось в глаза. Вот крепится она вот на такие вот пистончики. Нету одного пистона. Смотрел, лазил, но не мог он просто упасть. Вот что значит сборка. Зато вот пенопласт какой-то, поролон стоит, чтобы не вибрировала эта панель в том месте, где нету одного из пистонов. Ну, вот так вот получилось у меня установить эту светодиодную балку. Крепеж вот этот пришлось немного пересверлить отверстие, потому что не подходило. И вот там, как вы видите, у меня установлена антенна. Подключил это все через аккумулятор. И вывел вот сюда вот такую вот кнопку, которая шла в комплекте. Светит вот так вот. Конечно, она будет в процессе эксплуатации поднастроить эту балку, чтобы она светила в нужном мне диапазоне. Ну, а так, поехали посмотрим, как она светит в данный момент. Ну, вот выехали мы на ночную темную дорожку. Вот так вот у нас ближний свет светит. Вот так вот светят ходовые огни. Это габариты. Ближний свет. Дальний свет. А вот так вот светит вновь установленная балка. Свет, конечно, волшебный. Но я вот говорю еще раз, что в процессе эксплуатации нужно настраивать балку под себя. Потому как вот установив с нуля, не настраивая, она светит, мне кажется, слишком близко. Вот габариты и, грубо говоря, одна только балка. Балка с ближним светом, балка с дальним светом. Дальний свет даже практически не ощущается. Единственное, что вот там вот на деревьях сверху освещает. Ну, и чуть ближе. Давайте включим еще противотуманки. В общем, я доволен покупкой. Ссылка на товар в описании под этим видео. Продавец проверенный. Но возникают сомнения по поводу и ванных 400 ватт, которые он пишет. Как мы уже с вами рассчитали. У нас получается 132 ватта эта балка. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось это видео, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете о таком свете. Всем спасибо. Всем пока.